всем привет мои хорошие с вами кеймери и сегодня у нас с вами опять мукбанк я постараюсь сегодня выложить еще и второе видео если успею сегодня я полна вдохновения я готова кушать здесь у нас значит моцарелла стикс как я вам говорила прыгалка обожаю просто смотрите какой здесь сыр вот я люблю такой сыр здесь значит луковые кольца в общем сегодня у нас с вами день фастфуда и сегодняшнее видео целиком и полностью будет посвящено вашим вопросам которые вы мне задали в моем инстаграме после того как я рассказала вам о том что моего парня есть брат близнец который очень очень сильно похож на него то есть есть близнецы которые не настолько сильно похожи на их просто реально очень трудно отличить я полистала вопросы очень много вопросов касательно того что путаю ли я их или нет как вкусно как вкусно ребята очень вкусно идеальные просто луковые кольца в общем я их не путаю потому что я брат его не знаю я с ним не знакома никогда не видела видел только на фотографиях здесь вот такие вот наггетсы раньше них были такие вот обычные теперь как квадратная следующий очень часто встречающийся вопрос касательно того как моя мама впервые я отреагировала на то что я хочу стать блогером я бы хотел вообще про это вам немножко рассказать очень впервые мне вот эта мысль стать блогером как я вам ранее рассказывала у меня появилась летом в деревне не было нечем заняться я просто сидела и смотрела видео в ютюбе я уже летом поняла что я тоже хочу снимать не помню какой именно блогер меня смотивировал но я знаю точно что я хотела снимать лайфстайл про жизнь не знаю блоги покупки и вы знаете я всегда говорила себе вот будет у меня 10 тысяч подписчиков мне больше и не надо это достаточно для счастья это достаточно для того чтобы я воспринимала себя как уже не просто начинающего блогера как действительно уже состоявшегося блогера в общем я приехала из деревни и сообщила маме что я хочу купить новый телефон у меня был неплохой телефон но оттуда в youtube невозможно было загружать видео напрямую то есть без компьютера потому что компьютера в тот период у меня тоже не было я как сейчас помню мама сидела на кухне пила чай и я пришла присела к ней и сказала маме вот есть люди которые снимают видео для youtube в общем я тоже хочу заниматься чем-то таким ну что мама мне сказала что может стоит подождать то есть сейчас у тебя защита диплома то есть у тебя сейчас практика на носу университет плюс ты еще работаешь как это все вместе будет сочетаться я сказала маме что человек который хочет чем-то заниматься он найдет время для этого если действительно человек хочет а я на самом деле очень хотела очень-очень если честно вот первая реакция она была немножко неоднозначная и как-то мама двояко думала что стоит не стоит она просто считала что сейчас это не самое лучшее время для вообще создание канала что стоит немножко подождать так как сейчас очень много всего на меня навалилась практика защиты диплома плюс моя работа и блог будет только мне мешать в этом во всем и как-то мама попросила меня немножко подождать я помню что прошло где-то наверное две недели мне брат отправил деньги и сказал делай то что говорит тебе твое сердце это реально звучит как в фильмах но это действительно было так огромная заслуга того что у меня сейчас есть канал со 100 тысячами подписчиков огромная заслуга конечно же на моем братьям обожаю их бургера и бургер сейшн вот котлетка прям чувствуется что она качественно чувствуется что она из мяса я начала снимать видео и если честно от всех это скрывать даже никому айка эмили как раз таки связано с тем что я не хотела чтобы мои однокрупники нашли меня в ютюбе как же вкусно ребята хайбука обалдеть просто итак один из вопросов привет ты же вроде должна была после шести не есть до должна была но я пока что не села на эту диету потому что сила воли пока что мне не дает возможность это сделать мне резко появляется аппетит я должна покушать я немножко поправилась как я вам говорила видео с улькар кстати мой новый маникюр но кто в инстаграме подписан на меня то все знают как это вкусно я обязательно буду худеть я хочу спросить 4 килограмма но тогда наверное будут какие-то мукбанки связаны со здоровым питанием с похудением может быть сниму день худеющего человека вообще у меня очень быстро происходит процесс похудения стоит мне буквально после шести не есть как сразу вес падает это очень хорошо и это не всегда так было я однако похудела на 13 килограмм и после этого я как там склонна к худобям хотя когда я худела все вокруг мне говорили вот сейчас похудеешь потом еще больше наберешь без спорта невозможно худеть это все ерунда я согласна лучше худеть со спортом но так тоже можно похудеть моя просто ошибка заключалась в том что я очень быстро похудела когда вы худеете слишком быстро то как бы тело становится немножко таким рыхлыми но потом она восстанавливается когда вы занимаетесь спортом лучше в месяц скидывать не знаю по 5 килограмм так будет максимально безопасно максимально полезно лучше конечно и со спортом просто мне в тот период настолько лень было идти в спортзал первых и возможности особо такой не было а дома заниматься вообще было лень я вам по-моему рассказывала у нас была девочка аня была такая полненькость с неровными зубами с брекетами все такое недавно в моем инстаграме она мне написала и я была просто в шоке я увидел такую девушку красотку реально все в наших руках как говорит моя мама если я буду питаться как нормальный человек то я сразу похудею эти мои вечные перекусы приводят к тому что я набираю вес а это нехорошо мама например считает что то есть не беда если я поправилась на 4 килограмма так мне еще больше идет и ни о чем не надо париться но я если честно немножко некомфортно себя чувствую эти 4 килограмма я прямо ощущаю такое ощущение что у меня уже выпирает живот но я уверена что где-то за недельку за полторы я смогу эти 4 килограмма скинуть если в день не буду снимать два мукбанка или вот каких-то таких легких мукбанка очень легких мукбанка прям диетический моцарелла стикс это вообще прям любовь следующий вопрос когда планируешь закончить карьеру видеоблогера если честно я планирую закончить снимать видео тогда когда меня перестал смотреть а вот когда просмотры упадут и как бы я уже никому не буду интересно а такое может быть вот тогда перестану снимать а пока люди ждут мои видео я это делать не собираюсь я считаю что это неправильно если твои дела идут хорошо это просто все бросаешь и уходишь куда-то в тень на мой взгляд это просто нестересообразно это кстати у нас этот чесночный соус как сказал ультария стерильная девочка следующий вопрос что за рыба была сегодня на мукбанке это было скумбрии очень вкусная рыбка я не особый любитель знаете морепродуктов на последнее время на этом в общем все мы доели до конца спасибо что вы тоже досмотрели это видео до конца если вам оно понравилось то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой youtube канал на мой инстаграм всем желаю удачного дня приятного аппетита всем пока